Приветствую всех! Сегодня решил снять такое видео, скажем так, ну, не совсем обычное, да? В общем, бюджетные ножички, совсем бюджетные, те, которые продаются в пятерочке, в дикси. Почему эти? Ну, потому что вот такими ножами, вот такими ножами пользуется, ну, скажем так, большая часть населения, да? Не у всех есть возможность купить там ту же саму Рукасуми, да, тот же Аркас, да, который, скажем так, не сильно дорогой, но все равно они стоят там порядка пяти тысяч рублей за нож, да? Вот, не говоря уже за вьюзхов там и все остальное дорогое, да? Вот, я сам дома пользуюсь такими, вот, мои ножи, они заточенные, вот, есть у них подводы, вот, видно. А вот это все тоже из той же серии, только он куплен не в магазине, а куплен на заправке, режут, режут они, ну, они рабочие, вот, они режут. То есть, он, когда подсаживается, я его правлю не на мусате, ну, а этот режут вообще шикарно, то есть, ну, без проблем, то есть, для дома более чем. Вот, я свои ножи на мусате не правлю, я их правлю на природничке, на, в основном, на этом, на вашите. Вот, мне почему-то больше это нравится, вот. Вот, хозяин этих ножей умеет пользоваться мусатом, вот, ножи замусачены, то есть, видно, ну, тут ничего уже не осталось абсолютно, вот, абсолютно, вот, абсолютно нож тупой, что этот, что этот тут тоже самое, такая же история, вот, ну. Вот, сталька здесь, что у нас тут, 3ЦР-13, насколько я помню, такая средняя сталь, которая без особых каких-то там, излишер, да, нормально работает, если не работать этими ножами по костям, там, да, по стеклу не резать, то вполне адекватно, вот, мои ножи, например, они работают, ну, месяц, то есть, я вот их заточил, и они месяц, вполне себе, хотя у меня супруга избалована острыми ножами, вот, и может раньше попросить поправить, но для обычного человека, вот, такой заточки на месяц с головой, потом поправил, и еще пользуешься, и я считаю, что, вот, бюджетный нож, бюджетная заточка, да, там, раз в полгода, там, 8 месяцев заточить нож, и потом его мусатить до победы, почему нет, поэтому, вот, так вот, так, нож я обклеил, чтобы не занимать ваше время, вот, так, ну, чтобы его не поцарапать, вот, что, в моем понимании, бюджетная заточка, почему бюджетная, да, можно его там поточить алмазами, там, у кого есть эльборы, вот, я их буду точить, вот, три камня, это первый, кристаллон, кос, второй камень, это алоксид, файн, и индия медиум, вполне, для этих ножей, вот, этих трех камней, за глаза, вот, единственное, что, я сделаю, как на своих ножах, сделаю небольшие микроподводы природниками, вот, так, ну, что, приступим, я думаю, времени это много не займет, заточка здесь самая простая, проще быть не может, потому что все по прямой, никаких изгибов, ничего точить, я его буду на полных 34 градуса, и то, это, я считаю, что маловато для него, потому что, ну, не удерживает это сталь слишком острых углов, вот, я это компенсирую микроподводом на 19, то есть 17 будет на сторону, 34 основной, и 2 градуса добавлю, сделаю микроподвод ему в 19 градусов, и стойкость будет хорошая, ну, и будет он держать, вот, так, начну я с 16,5, потому что камень очень грубый, чтобы потом у меня была возможность приподняться на 2-3 десятки, сразу, чтобы зачиститься, так, вот так вот, 16,6, да, вот так, 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 камни масляные, единственный, конечно, момент, что очень-очень они плохо чистятся, ну, не то, что плохо, но чистятся они, сейчас не так, трудно его почистить, так, здесь нормально, здесь нормально, можно чуть-чуть добавить, эти камешки, они вполне адекватно работают, по таким сталинам, заусенцем, я думаю, хотя нет, вот он уже появляется, не пойму, загнутый, что ли, кончик, ну, вот уже вырисовывается подвод, я думаю, это все очень быстро будет, так, надо посмотреть, вытереть, вот это мне очень не нравится, когда начинает крутиться, блин, не знаю, почему, почему это происходит, но такой вот вертолет постоянный, и меня это немного поднапрягает, так, смотрим, что тут заусенцем, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, он уже везде есть, все, по большому счету, подводы уже сформированы, сейчас я их чуть-чуть подровняю, чтобы они были более-менее одинаковые, вот он уже чувствуется, заусенчик, такой плотный, сталька вязкая, поэтому заусенец такой плотный, он прям вылазит на ту сторону, так, будешь стоять, будешь, вот так вот, без кадра, так, еще раз, ширина подвода, ширина подвода, так, здесь такая, здесь чуть-чуть она шире, все равно это не нравится, так, сейчас я почищу камень, и еще буквально, оп, сколько грязи, ну, сейчас-то все, здесь тут мусор будет, скану, так, с этой стороны, с этой стороны, еще поработать, уже если делать, так делать нормально, хотя можно было и так остановиться, и на этом, скажем так, и ничего бы страшного в этом бы не было, но я так не хочу, чтобы это было, скажем так, не совсем красиво, так, ну, еще чуть-чуть, еще буквально, ну, обверка, как правило, как правило, она занимает большую часть времени, потому что выравнивание, формирование, это все, это все время, поэтому основная часть времени уходит именно на формирование, на обдирку, так, ну, вот, вот уже, что у нас, все, все прекрасно, так, вот, сейчас можно посмотреть даже, как он режет, после грубого камня, камень очень грубый, если не ошибаюсь, он 120-й, так, где моя газетка, сейчас, секунду, далеко, слишком, так, газетка, ну, вот, в принципе, уже нож очень острый, очень-очень острый, по большому счету, для кого-то, и вот это вот, очень хорошая острота, так, камень я почищу потом, сейчас пойдем зачищаться, чтобы ролик сделать как можно короче, чтобы не занимать ваше время, так, 16, там было 16,6, 16,6, делаю 16,9, и там на десятку еще поднимусь в 17 градусов, чтобы было, вот так вот, как раз, так, масло, 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 ну, и вперед, вперед, зачистка, эти камни очень быстрые, прям, я вообще не пожалел, что я их купил, вот, для таких вещей, это просто супер, форму держат, шикарно, практически не вырабатываются, единственный момент, вот этот камень, кристаллоновский, он, да, у него выработка идет, потому что он грубый, он обновляется, и там, выработка есть, а вот эти два камня, алексит и индия, просто камни волшебные, цена у них невысокая, я, если не ошибаюсь, отдавал по 800 рублей за один камень, и, в принципе, вот я уже сколько этими камнями переточил ножей, они форму держат просто шикарно, вот, что-что, а вот, насчет формы, просто замечательно, я ни разу не пожалел, что я эти камни купил, я же еще раз повторюсь, особенно для таких вещей, да и не только для таких, и ту же 95-ку они будут грызть, вообще без проблем, так, ну, что тут, я уже вижу, что риска от кристаллона практически ее уже нету, сейчас еще чуть-чуть побольше поработать, потому что все-таки три десятки было поднято, чтобы уже добраться до самого плеча, скажем так, подвода, до самого верха. Так, ну, в принципе, вот и все, камни работают очень шустро, между камнями вообще шикарные, и цена у них приемлемая, и как они работают, они стоят этих денег. Кому будет интересно, я могу скинуть контакт человека, у которого я покупал эти камни, вот, у него я покупал и вашиту свою, и Чармни Форест я у него покупал, человек давно занимается этим, вот, и все у него хорошо, то есть там никакого обмана, никаких проблем с ним нету, скажем так. Так, так, смотрим, как он после алоксида режет. Сейчас я это все мило выпью, чтобы не мешало. Так, возьмем уже эту бумажку порезанную. Ну вот, вообще, нож очень, очень острый. Так, все, алоксид в сторону, его я почищу сразу, потому что здесь, блин, в него въедается. Вот, единственный момент, мне очень не нравится, он тоже, вот, он на нем остается, видите, да, чернота, хотя он был вот такого цвета, видите. Ну, это не мешает работе. Абсолютно. А вот Индия чистится шикарно. Вот она как была вот такая, так она и осталась. Так, маслечко и 17 маловато, чуть-чуть побольше. Камни лежали, я ими не пользовался уже, не знаю сколько, но, в общем, они немножко, скажем так, подсохли. Так, и 17. Камни все разной толщины, получается, кристаллон у меня самый толстый. Вот, а эти камни, они чуть-чуть отличаются друг от друга, но, когда Алексей мне их делал, видно, чуть-чуть не угадал. С толщиной, ну, меня это не напрягает никак. Кстати, вот, продавца зовут Алексей. Так, все, пошли зачищать после алоксида. Вот, подвод такой становится, такого интересного цвета. Он матовый, ну, такое у него, как начинает где-то зеркальце пробиваться, ну, такое матовое, матовое зеркальце. Блин, спешка, спешка, это все спешка. Так. Ну, вот. Вот он уже, подвод зачищен. Камень работает, как видите. Да? Вот он, заусенчик, я его чувствую на этой стороне. Сейчас, кстати, надо его чуток вот так ему сделать. Вот так вот. И еще чуть-чуть. Зрывow на других. Так. Сейчас. Так. Сейчас, вот, вот. Как все мы знаем, чем больше вот так сделать, тем больше вероятность, что мы максимально избавляемся от заусенцев. Поэтому этих движений можно делать, ну, нужно вернее делать как можно больше, в любом случае от него так не избавиться, надо будет еще потом, ну, вот, что еще говорить. То есть острота у него уже очень хорошая, прям очень хорошая. Вот, единственный момент сейчас, чтобы ему это все дело укрепить, вот так можно было оставить нож и отдать человеку, ну, еще, соответственно, побороться чуть-чуть с заусенцем на коже, да, и отдать человеку и все. Нож острый, ножом можно пользоваться. Что я сейчас сделаю? Я сейчас в два камня сделаю ему микроподвод. Два камня. Это Харт Канзас и Байкалит. На своих ножах я делаю так же. Байкалит мне очень понравился именно на финише вот на вот этой стали. Просто шикарно. Получается эффект отличный. Вот. А для бюджетной заточки вот на этом можно было остановиться и все. То есть здесь уже мое желание и эти ножи, скажем так, это коллега по работе изъявил желание их заточить. И ему стало интересно, насколько ручная заточка отличается от заводской, что сейчас я и пытаюсь сделать. Так. Ну вот так вот. Да. Вот так. И теперь вот такими. легкими движениями микроподводик. И так же в 19 там я сейчас сделал 18.95, а Байкалитом уже пойду ровно в 19. Вот этого достаточно. На харде вот появилась чернота. Хард работает. Все замечательно. Так. Пока постой. Не падать. Не надо. Сейчас я это все дело вытру. Блин. Когда спешишь, есть большая вероятность порезаться. Потому что спешка, она, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Так. Ну что? Насколько стал мягкий рез, это просто я передать не могу. Он даже практически не шипит. так. 0 и 19 ровно здесь. Ровно 19 здесь. Вот так вот. И теперь Байкалитиком мы. Ага. А маслом помазать. Вот так вот. Многовато. Много масла тоже не есть хорошо на природных камнях. Вот. Эти два камня, они, скажем так, придадут такую мягкость отрезу, как говорит Евгений Лукьяненко, вкусность. Так как вкусный будет рез. Вот. Не хочется, конечно, повторять это за ним. Но другого сравнения я не могу подобрать. Тому отрезу, который получается. Я на своих ножах попробовал и был очень доволен результатом. Мне это очень понравилось. И потом, с таким микроподводом, ножи в любом случае правятся гораздо легче. Тем более, если человек умеет пользоваться мусатом. Для него это будет очень, очень хорошо. Так. Ну вот еще по разу и все. И можно заканчивать. Так. Байкалит в сторону. Это пока сюда. Стой. 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 Не крутись. Не надо крутиться. Даже придержу ее. Так. Хорошенько это все дело вытереть. Вот микроподвод. Он даже зеркалить стал. Потому что камни тонкие. Ну я сейчас покажу. Все будет видно. Так. Кожа. Сначала. Семнадцать. Вот так. Сначала семнадцать. Так. А теперь девятнадцать. Микроподвод. Ну еще. За кадром. Я чуть-чуть еще. Постараюсь. Максимально. Избавиться. От заусенчика. Ну. Показывать часто. Не буду терять время. Этого в принципе. Этого достаточно. Так. Все. Вот сюда. Не крутись. Смотрим. Салфеточка. Вот она. Салфетка. Самая дешевая. Салфетка. Самая обычная. Блин. Ее даже вот. Тяжело. Ее даже тяжело держать. Ну. Видите. Ее так удержать. Она блин. Сгинается. Ну. Чего тут говорить-то. Об астроте. Нож очень мертвый. Так. Все. Хватит экспериментов. Сейчас я его сниму и покажу, что получилось. Так. Сюда. Профиль пока. Сюда. Сейчас я его вытру. Смотрим. Вот такие получились подводы. Вот она. Отблескивает. На самом-самом краю. Микроподвод. Полосочка. Подводы получились узенькие. Потому как нож широкий. Вот. Ну. И порезу. Так. Видно. Вот так вот. Ну. То есть. Вот. Любые движения. Пожалуйста. Нож режет очень мягко. Что еще нужно для рабочего ножа? Вот. Вот. Вот такая вот заточка по-быстрому. Бюджетненькая. Вот этого ножичка. Вот так он сейчас выглядит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.